Вдох-выдох по 8 раз в 4 подходах пенсионер Нина Кульчихина в свои 70 осваивает новый вид физкультуры – дыхательную гимнастику. Наука дается легко, делится впечатлениями приверженец здорового образа жизни. Ведь нагрузки для нее дело обычное. Днем скандинавская ходьба по набережной, вечером танцы. Теперь будет чем заняться и утром. Хочу поблагодарить, что хорошо. Я еще взяла листочки, соседей, бабушек приглашу. Можно же и не только бабушек, всех желающих. Хорошо, очень понравилось. Дыхание стало легче. Все, мне обязательно нужно заниматься. Думаю, ну куда идти. Все, мы решили в наши группы ходить каждый четверг. В Самарском районе в канун Дня физкультурника стартовал новый проект – гимнастика во дворе на Некрасовской 20. Специалисты медцентра по четвергам проводят цикл тренировок для оздоровления организма. Методики рассчитаны на людей преклонного возраста. Но и молодежь при желании тоже может поправить здоровье. Человек, значит, как выяснилось и дышит неправильно, поверхностно. Для того, чтобы человек был здоровый, кислород должен поступать во все части организма, тела. И вот для того, чтобы это было, нужно помочь организму, включить механизм. Это идет дыхательная гимнастика Стрельникова. Все, что мы знаем, все, что умеем, мы все покажем. Мы хотим, чтобы нация наша была здоровая, улыбающая и веселая. Для дыхательной гимнастики нужно не так уж и много, рассказали инструкторы. Свежий воздух, компания физкультурников и спортплощадка. В непогоду и в холода занятия на Некрасовской 20 будут проходить в спортзале по соседству. Государством уделяется очень большое внимание. Есть национальный проект, направленный как раз на увеличение людей, которые занимаются активным образом жизни. Мы поддержим этот проект с силами администрации, с силами центра и жителей. Благоустроили вот такой вот сквер и проводим занятия по дыхательной гимнастике. Я надеюсь, что эта традиция, это будет у нас такой хорошей, доброй традицией, которая будет продолжаться регулярно. И мы максимальное количество людей среднего и старшего возраста вовлечем вот в этот процесс. Дыхательная гимнастика для пенсионеров – это первый шаг к ЗОЖ. Научившись правильно дышать, специалисты медцентра готовы им предложить гимнастику для реабилитации движения рук, ног и гибкости позвоночника. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Продолжение следует...